Всем привет, добро пожаловать на мой тип-канал, меня зовут Лолуна, и я тут подумала, что мне недостаточно одного ребёнка в игре, и я создам ещё одного. Я хочу быть супер-пупер мамочкой в игре и создать ещё одного персонажа, к тому же мне очень понравилось создавать детских персонажей, и я хочу сделать большую семью випет, а поэтому поехали. Это будет мой первый опыт создания мальчика в игре. Как хорошо, что я не создаю взрослого персонажа, потому что к созданию крутого и боя я ещё не готова. Я ещё недостаточно круто прокачалась в этом мастерстве, если это так можно назвать. Ну, наверное, вряд ли поэтому. А я подумаю, что я сразу выберу себе вот такое тело, или вот такое, или вот такое, вот такое. Тут больше нет маленьких нормальных тел, поэтому выберем вот такое. К сожалению, основа этого персонажа это была девушка, просто потому что в зипе-то есть такая штучка, которая называется «Вы не можете создать себе аккаунт без почты!» И я пыталась создать аккаунт без почты, и меня перекидывали на аккаунт, который я уже создавала. В общем, я теперь понимаю всех тех людей, которые мне писали о том, что не могут выйти из аккаунта, а теперь я понимаю, почему. Действительно, да. Морщины нам не нужны, это будет у нас ребёнок, и у него будут веснушки. О, удивительно. Я, если честно, очень удивлена, что у него будут веснушки. Как и у всех моих персонажей. Я хочу... О, он уже такой милашка. Я хочу ему подобрать прическу из коротких волос. Я об этом уже говорила, но скажу ещё раз, у зипе-то нет разделения на пол, на гендер. И если вы выбираете себе девушку... О, какие волосы! Я их не видела раньше. Они были раньше, кто-нибудь? Напишите мне. Мне кажется, что нет. Это новые волосы. Почему я их раньше не замечала? Ну ладно, я много чего не замечаю. Короче, мы можем делать себе как мужские прически, так и женские. Никто нам за это ничего не скажет. Также мне нравится эта прическа. Она напоминает мне одну из последних дарам, которые я смотрела. Стартап, там у персонажа вот точно такая же прическа. Но надо выбрать что-то, на что мне хватит денег. Что-то очень милое. Я хочу кучеряшки. Короче, мы будем лайкать, потому что я так не смогу определиться. Мой малыш. Надо будет придумать ему имя. Что-нибудь банальное, типа Baby Loom не прокатит. Ну, это тоже... Это как вариант. Кстати, эта прическа похожа на то, что мне нравится. Ладно, все, хватит. Ищем кучеряшек нормальных нет. Либо вот это, либо вот это. Но давайте, это дешевле, поэтому выберем ее. Волосы... А, это мой сын. Я вспомнила, что это мой сын. Надо сделать ему вот такие волосы, пускай у него будут фиолетовые глаза, раз он мой сын. Ну, что-то должно быть похожее. Надо вспомнить, какие глаза у моего первого ребенка, Baby Loom. Я не помню. Как так можно? Как можно... Ладно, хорошо. Наверное, они голубые. А мы сделаем у этого персонажа фиолетовые глаза. Ну, если у Baby Loom фиолетовые глаза... Короче, Baby Loom, жди братика. Такое счастье тебе привалит, а? Как мне однажды, 12 лет назад, привалило счастье, видимо, его брата. Это уголки глаза. Мне нравится, как это выглядит. И мы это оставим. О-о-о-о. Так, ладно. Что делать с веком? Мы пока не будем... Ой. Мы пока не будем ставить века, посмотрим, что у нас по форме глаза. Мне нравится форма глаза, я не хочу поменять. Мне, походу, придется. Ой, какие бровки! Бровки... Так, бровки домиком. Ой, ладно, все не важно. Создаем форму бровей. Мне с каждым разом комментировать процесс создания персонажа все сложнее и сложнее. Я рада, что это персонаж ребенок. На нем можно отыграться и потренироваться перед созданием реальных модников. Вот такие глазки, они должны быть хотя бы чуть-чуть похожи на то, что у меня в игре. О, я знаю, как сделать нос. Вот так вот. И губы. И губы прям как у моего перса. Вот они. Ой, какой милашек. Надо будет придумать, какой купить ему дождевичок. Еще я хочу сделать ему щечки. И, наверное, ему нужно двойное веко сделать. А где двойное веко находится? Здесь. Но не такое темное. Хотя с темным веком тоже миленько смотрится. Такой милашечка. Я даже не знаю, как мне больше нравится. С ним или без. Наверное, вот с таким веком он останется. Реснички. Нужны ли ему реснички? Ой, какой милочек. Ой, ой, ой. Я выберу вот эти, не те, которые выбрала обычно, потому что... Или выбрать... Ладно. Так они выглядят более натурально. Хотя я видела пацанов, у которых были нижние ресницы, и черные. Их. Ну ладно. Мне кажется, цвет бровей как-то сильно выбивается. Поэтому я сделаю вот такие брови. Я хотела сделать щечки для какой-то ребенок. Но мне кажется, они тут и так достаточно большие. Цвет губ здоровый. А не цвет губ мертвеца. Нужно выбрать помаду, которая... Либо вот это, либо вот это, чтобы... Цвет. И какой-нибудь естественный цвет. Уйди какой. Уйди какой лапочка. Все. Я хочу создать какого-нибудь пацана в Zipeta. Ну или попробовать создать еще один аккаунт на выборату. Потому что я уже смотрела... Я все время проверяю стайл в Zipeta, чтобы найти вдохновение на создание персонажей. Покупаем волосы. Сейчас мы пойдем на шоппинг. Шоппинг. Слушайте, как назовут этого персонажа. N-N-N-Z-X. N-N-N-Z-X. Это как... Прямо как... Ладно, неважно. Это же девичок. Ему точно нужен даже девичок. Где они находятся? Они находятся в магазине раздела Rainy Day. Поэтому сразу идем туда. Вот он. Вот здесь находится. И нужно выбрать комплект. Я не знаю, что лучше сделать. Лягушонок. У меня есть брат лягушонок. Так. Этот костюм у... Хе-хе. Бэйби Луны. И, наверное, только вот этот цыпленочек остается. Ну окей, хорошо. У меня еще ни одного персонажа в таком костюме нету. Как мило. Ну и вот дурацкая прическа. Блин. Эх. Придется изменить прическу. Будет ли мне так и возможно? Да, возможно, будет. Мы можем купить еще какую-нибудь прическу. Или сделать его лысым. Какой милый мальчик. Так. О. Какая милая девочка. Просто за три секунды. Окей. Короткие волосы. Не люблю такую прическу. Мне нужна какая-то прическа, которая будет не просвечиваться сквозь эту шапочку. Наверное, ответ прост. Никакая не будет не просвечивать. Вот это неплохо. Похоже. Ой, это же дракуна. Фу. Ну ладно. Хорошая прическа. О. Такую прическу я тоже не люблю. Но, например, вот эта просвечивает. Ааа. Бесит. Ааа. Вот. Идеаль. И мне хватает. Покупаем. Все. Супер. Ну-ка, давай. Теперь надо отправиться на поиски Бэйби Луны. Мне интересно, как мне ее найти теперь. Так, вот она Бэйби Луна. Ааа, 106 подписчиков. Вы издеваетесь? Я даже не веду этот аккаунт. И найдем матушку. Ну, то есть меня. Чтобы сделать счастливую семейную фотографию матери с двумя детьми. Королевская двойня. Представим, как будто бы они родились. Марс, ты можешь не чесать свое пузо. Окей, нужна фотография из трех человек. И, наверное, я буду посередине. И тут... Я не знаю, как ребенка назвать. Мои детки будут сзади. Так и мило выглядит. Надо купить им нормальные штаны. Потому что у них штаны с начала игры. Но да ладно. Вот такая вот семейная фотография у меня получилась. Очень дети похожи на мать. Надо было проверить. Я так и не... Ааа, вот это классная фотография будет. Потому что... Так. Тут у всех еда, в принципе, есть. Так что ничего страшного, если кто-то будет... Так. Не в том месте стоять. Ааа, так мило! Посмотрите, он ест карамелизированное яблоко. Я, кстати, обожаю карамелизированные яблоки. Что у меня такое? Что это за... Ладно, не важно. И Бэйби Луна ест сахарную вату. Вау! Это так мило! Это очень мило! Но это вообще самая первая поза. Так что ждем. Какого-нибудь косяка. О, да. У нее нет ног. На ней. Посмотрите, что можно сделать. Просто я сломала игру, мне кажется. Окей. Раз вы подписываетесь на Бэйби Луну, можете еще подписаться на... NNNZX. Я его назвала прям как будто бы я Илон Маск назвал своего сына. Надо добавить еще вот эту вот букву. Ой. Вот эту. Все. Теперь точно все в порядке. И какую-нибудь цифру. Я обожаю восьмерочку, поэтому будет... Ой. Поэтому будут восьмерки. Три восьмерки. Вы слышите, как у меня собака чешется? А с вами была Ла Луна. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Всем пока-пока.